здравствуйте друзья с вами алексей сейчас я нахожусь на балтийском вокзале жду электричку час до нее осталось сегодня все против меня с работы я поздно ушел можно сказать отдыхаю после ночной смены это уже третья ночная смена работая работа не очень тяжело но под землю есть под землей главное не заснуть не прозевать свою электричку еду к михаилу моему другу и соседу по псковской он меня ждет у меня на он меня с электрички захватывает и мы едем псковскую и припремся часов в десять вечера это в лучшем случае потому что по пути 5 светофоров которые пригождают нам дорогу а именно ремонт дороги капитальный ремонт дороги и вот смотрите пробочка встречка пропускает нас много километровая вот и остров подъезжаем доброе утро страна день 2 как я приехал в деревню сейчас планирую позавтракать и надо разбирать прицеп потому что приедет михаил заберет его для своих нужд как-то будет увидите в этом ролике не уходите с канала досмотрите как это все происходило и будет еще кое-что интересное маленько отвлеклись от темы я сейчас докопаю картошку пойду вот там вот там у меня еще одна гряда у душевой третья гряда выкопаю и покажу результаты что я наловил на этой гряде вот пожалуйста смотрите много вот такое ведро с этой гряды надо было снять снял слезы как видите здесь уже все отсвело посмотрим одна тина одна картошка одна тина одна картошка одна тина одна картошка вот видите зарождается картошка но уже зима скоро результат смешной вот урожай вот видите урожай шикарно да и вот что я насобирал с двух гряд 12 литрового ядра выкопал результаты плачевные пол ведра весь урожай короче что посадил то и выкопал первое что я посажу посажу сюда хрен с Ленинградской области меня даже поливать нечего сейчас я посадить там посажу землю надо будет заводить машину брать бутылки и за водой ехать чтобы полить плодовые хрен тот же самый сухая земля абсолютно сухая здесь будет хрен жить надеюсь приживется все перемещаемся на другую локацию вот это подгон от михаила сейчас посадим хрен хрена отсюда никуда не денется по той причине что у меня внизу мои гряды пароизоляция класса d степлером приколочено то есть корни в землю туда глубже не уйдут и и и и и и и и уж забыл что здесь терна это пунктер но слива дикая похоже вишня это 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 вишня это сирень это цветы на это цветы такие беленькие посажу дома так сирень это что у нас привет как сажать сорвался да надолго слушай завтра уже уеду нужна помощь там глушитель задней части приварить надо и труба да вот понял тебя у меня даже по моему сварки нету сварку у олега можно морозу взять то есть полностью отвалился да но она как бы сейчас держится но все варить все равно на месте же не будешь снимать надо снимать да еще варить на нержавеечкой да то что у тебя там глушитель вон нержавейка ну да 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 у меня есть электрода да я вот приехал с мишей соседом и он может аппарат взятая не знаю вот найду аппарат но у морозов есть но я его аппаратом варил но я как-то не очень а миша это кто а миша вот сосед да да вот давай сниму тогда сможешь помочь смогу тебе помочь да тебя напряжение хорошее там да нормально чур просто если что у меня есть эти стабилизаторы снятия откуда-то ну короче я помогу тебе а как не дать тебе знать когда и когда ты готовишь и надо мне эту меня машина есть я его заведу вот и на на ней наверно приеду тебе это не ко мне это к валерью рядом ну знаешь ворота я там на эстакаду встал просто чтобы смелее да да валера стоит я понял там собака-то меня не покушает не нет нет она там на привязи на гири там никого нет вторая собака она вообще никого не трогает и там валера тем более а есть но надо потому что мне видишь надо воду все равно по любому но я все равно сейчас буду снимать пока снимай тогда до глушитель вот я к тебе приеду ну часик на час 2 хорошо все договорили мне надо это вкопать все я понял я буду ждать на сколько времени счастье скажу сейчас 1254 сейчас три примерно ну два часа до два часа это точно так что вот буду ждать короче снимать хотя в этот рено рено как ценник ценник да ладно я тебя услышал так что хотя вода есть и что набрать и берем бутылки 20 литров наберем наберем чего угодно что посадить а посажу а поливать сейчас можешь приехать а потом полить да да потом я сейчас закопаю давай да воды хватает вот так полно все я тогда приеду все давай так договорились и там заодно на бензин тебе на обратную дорогу накинул не надо я я всегда помогаю от души но ясно поэтому но всегда готов тебе помочь да я только по этому принципу в деревне на помогать всегда нет никаких денег я я помню в новгородской два колеса пробил я стою уже первый снег шел холодно никто не остановился я полчаса стоял вот так вот остановился mitsubishi pajero новый выход парнишка в годах чуть постарше меня он говорит что случилось домкрат сдох не проблема гитая машину гоню хозяину как бы ну перегоняю я не знаю где домкрат он не вытащил бы домкрат мы на еле нашли я по домкрате он стоял ждал я колесо запаску накинул все грудь спасибо что должен тебе ничего ведь не на дороге постоянно у меня в дороге еще не такое происходило от души спасибо поэтому надо помогать все люди разного просил как бы что приеду спасибо так цветочки отдельно . отдельно да уже уже надо сажать облепиха а это сейчас пришел сосед в километре от меня не больше полутора километрах от меня у нас три деревни здесь базируется на трех деревнях все это поселение юра юра есть в ролике приезжала телевидение ролик называется сотый сотый ролик это у меня на канале сотый ролик взгляд сми на деревню по так называется на наберите у меня в поисковике вот юра там присутствует на видео так земля леньградская мне пригодится ну помните из прошлого ролика там стиральные стиральная машина колесо там что-то еще да дофига приехал ко мне друг саша мой сосед сейчас ходили до бани игру вон забирай подосиновик к твоей коллекции он вчера от меня пошел пешочком уже с фонариком наткнулся на три подберезы к прямо вот там у бытовки и вот я ему предложу сейчас свеже найденные грибы вот это волнушки пахнут вкусно и вот два в коллекцию еще подберезы к таких и особо шибко не ходил все вот здесь по участку можно вот там вдоль вдоль дороги пройти пособирать еще красноголовики подосиновики ну времени нет сейчас саша мне помогает заниматься вытаскиваем все из прицепа всего шмурдяка затем я по планам восстановлю бампер затем все таки я поеду за водой воды наберу заварю глушитель соседу юре финну и наберу воды у него затем все это дело посажу и полью аккумулятор у меня помер предыдущий ему было пять лет новый был вот этот аккумулятор тоже новый мне отдал мой зритель канала и сосед александр просто отдал а он стоит денег и также я ему помогаю чем могу когда вот такие взаимоотношения между соседями я скажу это вот так это очень приятно когда есть человек на которого можно положиться который не бросить тебя сложную минуту третий цилиндр потраивает вы видите завелась машина стояла полтора месяца я был буквально в конце июля получать увидимся через какое-то время когда я вот такими электрическими стяжками раскреплю бампер бампер починил как мог машина как слушайте ровно работает подшипник помпы уже на подходе откуда я знаю то что я на механика учился не доучился и с малых лет я с мотоциклами машинами на ты и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Вот, что дико его делал, и тогда, да, тогда что-то так, возможно. Там целая масля работа. Полная, одна, одна, что-то не певает. Угу. Хе-хе-хе-хе. Ну, опять, их полно же не будет. Иди сюда. В мире. Как будто это видно. Вердикт такой, я поприхватывал тебе, где я мог, а мне полностью не заварить, он настолько тонкий, даже неговейка не мог привариться. Там широченный шов. Короче, полуавтоматом там. Полуавтоматом, и тебе надо новую трубу, скорее всего, ставить. Вот от той части. Целиком? Ну, не целиком, хотя бы вот отрезать кусок, да? Да, и заменить. А если глушитель просто купить? Если найдешь. Сейчас же за частями очень плохо. Не, я же туда уеду, сказать, что там. Ну, если у себя там в Финляндии, то найдешь, да. Не самое главное, доехать. Ну, ты доедешь, да? Доедешь. Да. Я там... Вот такой кусок я тебе просто наплавил. Должно хватить тебе. Наверное. Подтвердывать будет, да, немножко? Да, да, будет. Михаила позаимствовал телегу грузовую, самодельную. И пришлось немножко внести тюнинг небольшой. Он здесь гайку потерял. Я сейчас нашел барашек. Этот барашек у меня стоял на этой, на Туле. Я крепил телегу к Туле специально этим барашкам. Надеюсь, не потеряется. Сейчас будем собирать ее, комплектовать. Телега поворотная, четырехколесная. Небольшой тюнинг сейчас введем. А именно, надо рассвелить отверстие сейчас шумповертом. Рассвелил отверстие. Загубил. Пару свел. Сейчас вставляю электродинку. Потому что я гвоздя не нашел. У меня гвозди где-то лежат. Но, как всегда, не под рукой. Поэтому, простая электродинка. И эта конструкция у него поворачивается. Сейчас одеваю пояс. И начинаем сельский фитнес. Делал столько, что я не знаю. Мне за один день трудом я управлюсь. Все, готово. Постилю войлка, чтобы фонарю не ушатать. На ногу-то зачем Вася. Куда покатилась, зараза. Ох! 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 Даже прицеп просел под меня. Подо мной, с плитой. нахер это мне надо иногда я думаю зачем кто это оценит кроме самого себя что-то я разболтался а и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Слабо 300 кг... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, страна! Это день третий, как я приехал в Псковскую деревню Вчера я не успел посадить кусты Было много причин Первая причина, просто времени не хватило Как видели, я помог Юре заварить глушитель И как видели, когда я трогался от бани Машина поддымила С сизым дымом Это у меня в глушителе накопилось масло По той причине, что маслосъемные колпачки уже за 23 года износились И масло маленько подкидывает выхлопную систему Приходится доливать масло на всех старых машинах Даже и на новых Audi Это проблема номер один Подъедает масло Сейчас я беру лопату Выкапываю лунки Сажаю плодовые деревья И затем я буду собирать машину И буду выезжать в путь-дорожку В сторону Санкт-Петербурга Мне завтра на работу Сажаю на старое место Где облепиха росла И погибла По какой-то причине Сажаю уже довольно-таки старое дерево С толстым стволом Посмотрим, что из этого выйдет Приживется или нет Я надеюсь, конечно Для цветов я сыплю плодородную землю Конечно маловато 5 литров Ну сколько есть Сколько есть Опа Ну и теперь присыпаем А потом С кого-то время поливаю Когда все плодовые посажу По идее надо сразу поливать Ну Времени мало Как мне сказали Надо Немножко вот так Обломать Чтоб пышнее было В следующем году В следующем году Да, у меня секатор есть Но я решил бисекатор О Это можно В кострище Можно в кострище Поехали дальше сажать В кострище В кострище В кострище О Продолжение следует... Так, еще осталось. Три штуки посадить. Раз, два, три, четыре, пять. Это метров на метров десять. Для чего я сажаю, чтобы в будущем эти кусты были с зеленым забором и в то же время защищали меня от пыли, которая летит с дороги, с прежей части. Продолжение следует... Продолжение следует... Пошел дальше поливать то, что посадил. Друзья, я вам сейчас скажу... Вот новость не очень хорошую для меня. В одном из роликов вы видели, что меня покусали шерстни, когда я снимал во второй раз гнездо вот таких размеров. И два шерстня меня кусили. Пришлось ехать в местный ФАП, в ферческий акушерский пункт. И мне там помогли, чтобы я не распух. У меня ноги выглядели как у слона. Вот такая была реакция. Теперь эти гады строят гнездо уже не на мансарде у меня, а на улице. Сейчас я вам покажу. Вот видите, там, под коньком. Вот теперь здесь устроили гнездо. Отсюда только можно это гнездо снять с помощью лестницы очень длинной, 10-метровой, которая только есть у двух соседей. Это у Екатерины и у Олега. Видите, летают там, сволочи. Ну ничего, зима придет, им настанет каюк. А по весне я его постараюсь снять и обрыскать какой-нибудь химии, чтобы они там больше вообще не селились. Мне осталось посадить вот эти кусты. Это терн и вишня. Вот так. Вот так. так это чё терн у нас ну пускай будет терн здесь тоже терн так терн друзья увидимся через какое-то время когда я посажу полью и буду уже собираться сторону санкт-петербурга и 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